всем привет маленький тест на тему для чего нужен серрейтер вообще нужная вещь или ненужная и как она работает мне по работе пригодилось понадобилось вернее порезать такую армированную резину 15 сантиметров шириной я взял обычный нож не режет но так как у меня есть один нож у так вот серрей раз новый вот в данном случае это рек онлайн откол стил вот я решил проверить оправдывает ли необходимость на ноже серий терная полусерий терная заточка вот и по сравниваю с таким вот ножом который в принципе имеет тонкое сведение клинок тоже тонкие должен хорошо резать вот но начну по тифонку резать наверно начну с обычного ножа посмотрим как он будет мучить меня здесь у меня уже размечено размер который мне необходим дойдя до такой глубины уже нож не не вперед не назад не скользит и соответственно дальше уже пилить и резать тяжко стрел короче не пилит не идет затыкается нож резина и оттавливает единственный вариант это вот таким вот образом раздвинуть и как-то вот так отрезать его это вот для интереса монстра посмотрим продолжим отсюда же когда режешь этой частью не серий терной в принципе он тоже не режет а когда доходит до зубчиков он начинает делать свое дело процесс конечно такой тяжкий но главное идет даже раздвинуть не получается настолько плотная резина кстати вот этот танка как раз таки именно сам того частью хорошо врезается даже без серий терра принципе так если водить нормально режет так есть проверка и тантовости тоже это посмотрим но здесь очень тяжело двигать он застревает намного слабее режет так что так что танто на самом деле хорошая вещь ассеритер с хрустом делает свое дело но здесь получается давление еще и углом танто все в принципе перерезано да танто хорошая вещь даже в принципе танто она заменила как бы функцию серий терра что ли хруст потому что здесь волокна ну-ка серий терра да серий терр делает свое дело но тоже до определенной глубины и и и и и и и и ну и и и и и и и и и Нож не идёт вообще Ещё и армирование какое-то, блин, капрон такое жёсткое Аж с хрустом перепиливаются эти ники У меня нужен ещё один квадрат такой, тоже размера Так что продолжаем Аж и ноги в ход Вот тебе и серитр отрабатывает Ну-ка смотришь, сможет ли так же не серитр тоже проверим Устаешь намного быстрее, идёт вообще тяжело Серитр, конечно, перепиливает здесь Всё это дело легко и просто Багажи сближены Вот здесь сработал серитр, вот такой криворез Здесь обычный клинок Тест оказался тяжёлым, не ожидал, что так устану и спотею Вот вам и вывод Во-первых, танто на самом деле он делает своё дело Его можно реально назвать универсальным, интересным видом клинка И серитр Когда он есть, это, конечно, хорошо В некоторых работах без него, в принципе, тяжело справиться Так что В принципе Если В технических каких-то работах используешь Серитр, в принципе, нужная вещь Ну а Носить с собой резать картошку Достаточно этого Вот такой вот тест Нужен, не нужен Оправдал он себя, не оправдал Решать каждому самостоятельно Клинки даже нагрелись Вот Я просто показал, как работает серитр Как работает обычный ножик Спасибо за просмотр Всем удачи, всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому